Сегодня у нас международная конференция, и я хочу подчеркнуть именно международность этой конференции и поприветствовать наших гостей, которые прилетели к нам со всего мира. Давайте, пожалуйста, расскажу, какие страны сегодня к нам прилетели. Начну, наверное, с Никеи. Вот это наши гости, прошу вас стать, но опаздываю. Большое вам спасибо. В Нигерии у нас есть офис, мы там регулярно проводим работу, но давно уже открыли там представительство, но с Павлом мы еще ни разу там не были. И вот этой осенью мы уже планируем полететь в Нигерию для того, чтобы провести там конференцию. Далее давайте перейдем к нашим гостям из Индии. Всех вы видели, запомнили, трубили они в дуду. Пожалуйста. Благодарю вас, что вы приехали к нам. Кстати, это самая многочисленная делегация к нам. И в этом году, к тому же, забегая немного вперед, по числу инвесторов они обогнали Россию. Их основной конкурент, по числу инвесторов, это Вьетнам, который так же догоняет их. Пожалуйста, приветствую вас, Вьетнамы. Итак, переходим дальше. Германия к нам приехала. Сегодня у нас победитель лотереи с Германией, национальный партнер. Рядом с Германией у нас Болгария. Это самая эффективная наша команда. Из всех команд. Они все делают дешево и максимально эффективно и быстро. Рядом с Болгарией у нас гости из Македонии. Прошу вас. В этом году мы посетили Македонию, открыли национальное представительство, открыли там офис, отправили в этот офис технику. К сожалению, не смог нам присоединиться с Рядом национальный партнер из Македонии, но так же осенью Павел Филиппов и Андрей Лопов, наверное, не рассказывали, я, к сожалению, отсутствовал этот момент, они поедут в Македонию на озеро Охрид для того, чтобы оборудовать там технику электродвигателя. Так, перейдем к Жилевекеру. Жилевекер у нас один из Франции. Ну, Жилевекер приехал к нам не один, он привез к нам гостей из Венина. Бару, пожалуйста. А также из Котти Македонии, из Кирилла, из Кирилла. Спасибо. И переходим к Непалу. Совсем забыл о Непале. Наши гости из Непала приехали. Также у нас есть гости из Италии. Рядом с Италии у нас есть гости из Швейцарии. Так, дальше переходим в Латинскую Америку. У нас есть гости из Венесуэлы, Калуги, Крему и Квадора. Так, может, кого-то еще забыл? Мне кажется, я забыл Милата. Это наш коллега Милат из Ирана. Помогите, может быть, кто-то еще кого-то забыл? Русские! Белоруссия! Мы, надеюсь, никого не забыл, можем начинать. Теперь у нас, мы все понимаем, насколько у нас конференция международная, потому что мы будем говорить о цифрах не только общих, но и по этим странам, там, где у нас открыты национальные представительства. Калка, каму. Да, если вы транслируете, у вас плохой интернет или делаете фотографии, хотите поделиться, я хочу напомнить то, что у нас есть Wi-Fi, называется он SG2023, вы можете к нему подсоединиться, у вас будет стабильный интернет для того, чтобы делиться информацией. А информацией надо делиться, потому что именно на этом основано наше развитие, на том, что наши партнеры, ну и вообще в целом клиенты делятся информацией по всему миру, и вот у нас получается такая международная аудитория. Давайте начнем. У нас сегодня идет 18-й инвестиционный этап. Как говорили коллеги мои, мы планируем его перейти на 19-й этап, мы планируем в ноябре этого года. Напомню то, что переход на инвестиционный этап у нас связан с тем, что у нас достигаются цели по финансированию проекта, а также по реализации проекта. Можно сказать, что цель этого этапа по финансированию достигнута, и мы сейчас ожидаем работ, результатов от СООМАШ, для того, чтобы можно было перейти на следующий инвестиционный этап. Когда мы переходим на новый этап, это означает то, что риски для наших инвесторов снижаются, а стоимость долей увеличивается. Хочу поговорить о рекордах этого этапа. Вообще, в целом, мое выступление, оно в разрезе этого года. Не календарного года, не этапа. Мы с вами встречались в августе прошлого года на международной конференции в Зеленограде. И вот у нас прошел год, и я расскажу вам о результатах этого года. Это в разрезе 12 месяцев. Рекорды этого этапа и в целом этого года, и вообще за всю историю проекта даже, у нас есть три рекорда. Благодаря тому, что мы сегодня говорили, Павел рассказывал акции «Спасибо». Благодаря активной работе партнеров и вовлечению инвесторов, которые поддерживают проект, которые покупают новые пакеты, увеличивают старые пакеты, также восстанавливают свои рассрочки, которые когда-то запросили платить. Благо, условия акции «Спасибо» располагают к выгодному инвестированию. Они привели их к вот таким рекордам. И хочется сказать, первый рекорд – это пополнение 2 млн 524 тысячи долларов за предыдущий месяц. Это сумма, которая пришла на счет компании, то есть сумма инвестирования за месяц. Соответственно, Дмитрий Александрович говорил о том, что у нас рекордная сумма не только привлечения, а на тех денег, которые поступили в компанию «Соумаж», потому что половина от этих денежных средств поступает именно на реализацию проекта. Сумма платежей также у нас была рекорд в предыдущем месяце. Это 3 млн 189 тысяч долларов. Обратите внимание, сумма платежей у нас отличается от суммы пополнения. И часто наши клиенты спрашивают, а в чем причина, вроде бы, платежа. И пополнение одно и то же. Но не совсем одно и то же, потому что на наших счетах уже есть...